В пандемии преступления перешли в информационную среду и, к сожалению, количество мошеннических эпизодов, которые связаны с информационной средой, а именно с телекоммуникационным мошенничеством, вырос приблизительно на 20% в сравнении с до пандемийным годом. Если мы говорим о цифрах приблизительно, то, наверное, не стоит складывать все в одну корзину, все виды мошенничеств. И если мы говорим о телекоммуникационных мошенничествах, о так называемых звонарях, то, наверное, было бы правильно разделить их по феноменам. Если мы говорим о более продолжительном феномене, который всем нам известен, как инвестиционные мошенники, брокеры, люди, которые звонят, предлагают инвестировать в виртуальные несуществующие финансовые платформы, то в данный момент полиция расследует более 370 уголовных дел и общий ущерб оценивается более 7,2 миллионов евро, который причинен потерпевшим в рамках этих уголовных дел. Но смело мы можем сделать вывод, что это более 370 потерпевших в Латвии. Если мы говорим о более новом феномене мошенничества, это звонки, скажем так, горячие звонки от представителей финансовых организаций, определенных банков, то этот феномен у нас приблизительно появился как год назад. И он очень резко, быстро и очень агрессивно, скажем так, вошел и начал активно и очень с таким большим ущербом работать у нас на территории Латвии. Здесь мы можем говорить об общем ущербе порядка 6,2 миллионов и потерпевшие у нас, к сожалению, более 805 человек в данный момент зарегистрированы. Соответственно, в общем счете мы можем говорить более 1100 потерпевших в Латвии, которым нанесен ущерб порядка 15,2 миллионов евро. На усмотрение полиции эта статистика довольно ужасающая и это как бы является одним из приоритетов для государственной полиции и участвовать в инфляционных компаниях, а также бороться с ними активно, несмотря на то, где они находятся, в какой стране. Если вам будет звонить банк, банк никогда не будет спрашивать персональные данные у человека, не будет спрашивать, подтверждать какие-то транзакции с Smart ID или персональный код, не будет спрашивать, также номер карты, CVV код и так далее. Если банк вам будет звонить, банк знает эту всю информацию об своем клиенте, если что-то надо сказать, предложить или так далее, банк никогда не будет спрашивать персональную информацию. Если вы звоните банку, конечно, банк будет вас аутеризировать, будет спрашивать персональный код и вводить Smart ID или другие мены аутеризации, но это только когда вы звоните банку. В том и есть это различие и на этом и играют эти мошенники, потому что сценарий точно такой же, если вы звоните или вам звонят, но они воспользуются в этом сценарии. Там можно быть часть номеров просто сгенерированы, а не рандомные числа, которые генерируются, они звонят всем подряд. Там нет какой-то выборки, они звонят на всех. Есть, конечно, базы данных, например, тех самых интернет-магазинов, всяких служб доставки, которые каким-то образом попадают к мощенникам. Там или взломали базу данных, или какая-то утечка через сотрудников. Такие предложения тоже имеются в черном рынке. Их тоже покупают эти звонари, чтобы иметь какие-то более детальные детали этих своих клиентов, так сказать. И они, представляется, да, они могут разговаривать именно с вами, как там Яныс или там Андрес или что-то еще. Но это, ну, нетипично. Они обычно просто только во время этого разговора объясняют, как именно называется этот клиент, к которому они позвонили. И люди, ну, к сожалению, сами отдают эту информацию. Иногда даже эти сами смартные коды встречаются в ситуации, когда люди не помнят, что они во время разговора этот код вели на своем телефоне. Они обречняют, что нет, я ничего не водил. Ну, это не так. Они водили этот смартный код. Просто они были так заняты каким-то решением их проблемой, что они не помнят эту деталь. Мы стараемся как можно больше информировать наше общество о том, что такие вещи присутствуют, что они возможны. Мы стараемся каким-то образом образовывать наших клиентов. и много что пользователи могут сделать на своей стороне. То есть вот сейчас, пока мы с вами разговариваем, вот это вот большие средние преступные группировки, они продолжают обзванивать случайно сгенерированные номера или же номера, которые они получили из каких-то списков. Это происходит постоянно. Этот поток, он непрерывен. И есть какие-то признаки, очевидно, мы про них поговорим позднее, да, с помощью которых сами пользователи, без разницы, как уровень стресса они в тот момент находятся, но могут как-то вот какие-то триггеры у них сработать, и они могут понять, что тут что-то не то. И образование пользователей – это, наверное, первоочередная задача, потому что очень много что происходит именно на стороне пользователей, которые могут, скажем, не допустить подобного правонарушения по отношению к ним. Субтитры создавал DimaTorzok